Секвенсор Это называется секвенсор Аудиосеквенсор правильно называть Бывают видеосеквенсоры для работы со звуком Это аудиосеквенсор Здесь просто стандартная модель Что здесь происходит получается? Здесь находится сперечень трек Вот одна полосочка называется трек Внутри полосочки находятся Например, внутри этой полосочки Находятся два региона А вот это называется регионы Здесь три региона На этом треке, на шестом, находятся три региона Вот Это звук Мы уже познакомились в начале нашего сегодняшней лекции Еще пока Что это звук Таким образом он изображается Его можно сделать тише, громче, обрезать, искажать, как угодно Между собой в секвенсоре расположены горизонтально треки Это шкала времени Ноль секунд Пять секунд Девять секунд Еще и называются биты Например, в треке можно выставлять битрей В треках может быть много Сколько треков можно записать в секвенсоре? В зависимости от того, сколько у вас памяти в компьютере Если компьютер у вас слабенький Ну, восемь можно записать Больше будет тормозить сам секвенсор Он будет вам каждый раз ошибку выдавать Повесите еще на каждый трек Эффекты, обработки, холлы, дилеи Еще какие-то эффекты Еще больше будет тормозить Два-три на плохом компьютере будете использовать Ну, не на плохом, а на слабеньком Мощный компьютер себе купите, да? Или, например, iPad Даже вот можно спросить тоже И мне там будет маленькое тоже Можно ли на iPad? Ну, на iPad можно каналов 12-20 сделать, в принципе На мощном компьютере можно 120 каналов сделать Оркестр писать, либо аранжировку огромнейшую писать Навешивать кучу плагинов Дополнительные программы подключаются отдельно К другому мониторе Из которых выводятся электронных путем шины Подключающиеся на эти каналы И этот канал, когда звучит, используют другую программу Представьте, они между собой даже связываются Поэтому, как бы, опять называется секвенсор Ну, грубо говоря, давайте скажем о чем Чаще всего используются компьютеры у нас Windows На Windows я рекомендую использовать программу New End Сейчас вышла у них уже пятая часть В принципе, она адаптирована очень классно для винды Ну, в смысле, она предназначена В ней работает, если они в Final Cut, допустим В ней работают в Голливуде, в этой программе Это очень крутая программа для обработки звука Ну, она самая интуитивная В ней проще всего делать Она меньше всего ест ресурсов компьютера Есть разные другие программы Она отличается от Cubase? Практически ничем не отличается Только что возможностью редактирования в ней же видео В ней можно подкладывать под видео звук Вот вам тот же самый Cubase В смысле, я показывал логотип сразу что-то Они очень похожи между собой Ведь это делает одна и даже сама фирма Stainberg Это немцы делают Cubase и New End Я рекомендую больше New End Потому что больше возможностей Из-за того, что можно подкладывать аудио под видео Но, в принципе, Cubase это аналог Не у Энда только без работы видео Еще меньше ест оперативной памяти Это для Windows Это две программы, которые я рекомендую для работы Есть еще очень хорошая программа Называется Pro Tools Такую вы можете увидеть в больших профессиональных студиях Она стоит очень дорого И у нее софт Она работает только лишь со своим софтом Ну, не со своим софтом Со своим железом Железом Это имеются в виду звуковые карты Единственное, у программы Pro Tools Звуковые карты бывают как маленькие Так и немаленькие В среднем вот такой приборчик Стоит примерно около полторы тысячи долларов Вот такой приборчик, звуковая карта Стоит уже где-то примерно три с половиной тысячи долларов Вот такой блок для записи, например, ну, группы живой Ну, может быть, вот с этими вместе Обойдется вам тысяч пятнадцать примерно долларов Соответственно, и вместе с этим блоком У вас появляется вот такая программка Pro Tools Хорошая Можно купить дешевый вариант, в принципе, звуковые карты Маленькие Pro Tools Тоже в них можно, ну, где-то долларов пятьсот пятьдесят будет стоить Такая маленькая карточка Они должны дорого Да Но программа очень хорошая В ней это В ней единственное Можно писать аранжировки Но я отвечу на маке немножечко в других Простая, например, программа для работы на макинтоши, айпаде Либо айфоне Это GarageBand Все с ней знакомы Она примитивная, элементарная Проще, чем кубейс, допустим, даже Но в ней кое-что можно тоже делать В принципе, неплоха Для новичков она очень даже хорошая, я бы так назвал Вот Я работаю в программе более профессиональной Тоже на макинтоши Это программа Logic Pro X Отличная программа В ней работают тоже очень много музыкантов Но, знаете, вот кто выбирает Бывают музыканты, покупают себе специально компьютер Windows И ставят под него специально, например, кубейс Или, ну, они могут себе позволить купить маки Могут работать в лоджике Но им нравится работать в Windows или в New End Кто-то любит Logic или кто-то любит Pro Tools дорогущий Я люблю Logic, он недорогой и хороший Гаджеты На гаджетах тоже есть секвенсоры Тот же самый GarageBand на iPad Специально сейчас продаются приспособления Я уже не стал времени просто мало Которые стыкаются в iPad Микрофоны для гитары и все остальное И записываются прям всю залогу Микрофоны и все остальное Здесь даже внутри есть гаджеты Специальные инструменты На которых можно прям наигрывать партию А она даже будет красиво звучать Там специальные такие Улучшаются и разключены, чтобы с iPad дано сразу звучало Я писал в своей жизни несколько аранжировок Прям на айфоне У меня есть тоже некоторые мои песни Бывает, приеду домой, стою на парковке И у меня в голову вот пришла муза Я сажусь, открываю, сразу записываю Прям вот на этот же микрофон свой голос Накидываю примерно партию барабанов Пас-гитару прописываю И клавишу какую-то И я уже свободен, сходил, пошел домой Ну и Катюш, я могу здесь не сам Пам! Ммммммм Мммммм Щеприк, 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 дівочка Прилетіла влас дівочка Стала собі дівше бетати Господаря викликати Вийди, вийди, господарю Подивися на кошеру Там овачки поботились А янички народились Субтитры создавал DimaTorzok